Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Езекииля. Обратимся к 36 главе, где продолжается пророчество об Эдоме и в связи с действиями эдомитян, которое было начато предыдущей главой. В 35 главе Господь обращался к горам эдомским и говорил о том, что поступлю с тобой по мере ненависти твоей, так как ты не ненавидел кровопролитие, кровь будет преследовать тебя. Теперь Господь обращается к горам израилевым. Ну, вот такие вот символы, если хотите, территориальные. Гора Сир, как символы дома, горы Израилевы, символы Израиля. Слушайте слово Господне. Именно за то, что опустошают вас, за это выслушайте слово Господне. Я за это изрек слово на всю Эдомею, которые назначили землю мою во владение себе. Обрекая ее в добыче себе. Господь говорит таким образом о том, что именно потому, что народ Божий подвергался поношениям, оскорблениям, унижениям, ограблению и насилию. Вот именно поэтому, именно из-за этого Бог обратил внимание, обратил внимание на Эдом и на тех людей, которые с радостью назначили себя владельцами земли Израилевой, владельцами гор Израилевых. Таким образом, страдающим израильтянам Господь говорит о том, что он все слышит, он видит это, не проходит мимо взора его. И я в ревности и в ярости моей изрек пророчество, потому что вы несете посмеяние от народов Божьих. Собственно, о чем пророчество-то? А вот седьмой стих. Народы, которые вокруг вас, сами понесут срам свой. Сами понесут срам свой. За то, что вы были в посмеянии, за то, что эти народы издевались, глумились и потешались над беззащитностью, виной народа Божьего и его наказанием, обратите внимание, потому что вина народа Божьего очевидна. И, конечно, да, Бог ведет его по пути крушения для того, чтобы народ Божий вышел очищенным. Но те, которые над этим потешаются и говорят, смотрите, какие они оказались негодные, вот, сами свой срам тоже понесут. У них тоже есть срам, и они его понесут сами. Закон правды Божьей один для всех. Еще раз повторю, вне зависимости от того, во что там эти эдомитяне верят или не верят, закон правды Божьей один для всех. И, ну, то есть, если называть вещи своими именами, то, что ты будешь жалобно вещать, что Бога не существует, не освобождает тебя от нравственной ответственности перед его законом. Вот и все. А вы, горы Израилевы, говорит Господь, распустите ветви и будете приносить плоды мои. Я поселен на вас множество людей, весь дом Израилев. Совершенно потрясающее обетование, потому что огромное множество людей погибло в ходе Вавилонского завоевания. Многие были угнаны, и им до этих гор Израилевых, как нам до луны, они не могут туда вернуться, и путь закрыт. А на горах Израилевых пустыня. И вот Бог говорит, населю, будет цвести и плодоносить эта земля и этот народ на ней. И снова населю, Бог обещает вот такое вот восстановление, возрождение к жизни. И не будешь больше слышать посмеяния от народов. Дальше Господь снова обращается к пророку и говорит, когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами своими. Ну, это тоже, в общем, для очень многих религиозных культур, отчасти современных, но больше, конечно, древних, в том числе древних, ближневосточных. Вот эта мысль характерная. То, что мы вытворяем, оскверняет землю, делает ее непригодной для жизни, оскверняет землю и разрушает ее. Но человечество это знает. Поэтому всякий раз, когда происходят какие-нибудь природные катастрофы, цунами, землетрясения, что там еще у нас, глобальные потепления, 500 лет назад было глобальное похолодание, мы, в общем, обращаемся к Богу с претензией и говорим, за что это нам такое наказание. Ну, потому что знаем, что на самом деле, вот, из-за нашего поведения, осквернена земля, на которой мы живем. Вот как это работает, механизмы понять, наверное, нельзя. Но факт остается фактом. От того, что мы не понимаем связи между человеческой подлостью, низостью, мелочностью, жестокостью и царством хаоса и энтропии в окружающей жизни, эта связь не исчезает. Ну вот, Господь говорит об израильтянах, я излил на них гнев мой за кровь, которую они проливали на этой земле. Уже все произошло. Он излил на них свой гнев. Они обесславили имя мое. Они говорили, что они народ Господень, а вот что они сделали и как они погибли. И пожалел я святое имя мое, которое обесславил дом Израилев. Павел потом в одном из писем напишет аналогичную мысль из-за вас имя Божье к улицу у язычников. Речь идет о том, что имя Божье, которое наречено над народом Израиля, то есть это значит, что Бог говорит, это мой народ. И народ говорит, мы народ Божий. Имя Божье, которое наречено над землей Израиля, наречено над храмом, потому что Бог говорит, это мой храм, я в нем пребуду. Народ говорит, это храм Бога, он в нем пребывает. Вот это имя Божье для иудеев, особенно позднейших времен, межзаветного периода, это одна из важнейших форм или способов думать о присутствии Бога. Бог, еще раз повторим, непостижим, невместим ни на небесах, ни тем более на земле. Но имя Божье, которое наречено над Скинией собрания, вот каким-то образом является его присутствием, так же, как там слава Господня, как закон Господень, как Мессия, имя Бога. И вот Господь говорит о том, что это было мое присутствие, а вы его осквернили, осквернили, как осквернили землю своим поведением и кровью, которую вы проливали на ней. И вот Господу это не понравилось, пожалел я святое имя мое. Гнев Божий возгорелся из-за того, что имя Божье обесславлено. Вот так, вот так. Если ты называешься паствой Господней, а живешь как стадо жлобов, это возмущает Бога. То, что дом Израилев обесславил имя Господне, но Господь не об этом на самом деле говорит, не ради этого весь разговор, а ради того, что поэтому, говорит он Иезекиилю, пойди и скажи дому Израилеву, то, что я буду делать дальше, избавление, о котором дальше будет идти речь, я делаю не для вас, а ради святого имени моего, которую вы обесславили. Не потому, что вы это заслужили, не потому, что вы это выпросили, не потому, что вы в этом нуждаетесь, а ради того, чтобы имя мое осталось святыней моего присутствия на земле, ради того, чтобы имя мое было славно вовеки. Чтобы никто не мог сказать «Бог предает», чтобы никто не мог сказать «Бог не пожалел», или чтобы никто не мог сказать «Бог несправедлив, не добивается правды, не пресекает кровопролития». Вот ради имени своего я буду делать то, что я буду делать. И узнают народы, что я Господь, когда явлю на вас святость мою перед глазами их. Вот таким образом этими словами открывается, если хотите, новый раздел, когда подробно Господь через Иезекиэль будет говорить о восстановлении Израиля. И здесь чрезвычайно важные по-настоящему новые вещи мы с вами обнаруживаем. Вот с 24 стиха об этом избавлении Господь говорит, смотрите, вот так. «Я возьму вас из народов, соберу из всех стран и верну вас в землю вашу». И это уже драгоценнейшее обещание для людей, которые рассеяны, принуждены и обречены, если хотите ассимилироваться и исчезнуть. Бесследно. «Я верну вас в землю вашу, окроплю вас чистой водой, вы очиститесь, и от всех идолов ваших очищу вас, и от скверн». Ну, сквернами здесь называют кровопролитие. «Я вас очищу, верну, очищу». «Каждый, кто осенью или зимой моет машину, знает, что сейчас пойдет снег, насыплют реагентов, и к вечеру она будет такая же серая, грязная, как была». «Да, Бог говорит, я вас очищу». Дальше что? Дальше что? Понимаете, что если нас очистить, мы так чистыми теперь и останемся, стройными рядами, как юные пионеры. Ну, давайте смотреть правде в глаза. Пес возвращается на свою блевотину. Ну, мы так устроены. Мы можем говорить, что это повреждена наша природа. Мы можем говорить, что мы эту злобу, кровожадность и эгоизму наследовали от обезьян. И суть дела от этого не меняется. В нас нет источника жизни и источника чистоты. Поэтому хорошо, Бог вернул плен народа своего и очистил его вот тем страданием, которое народ претерпел при завоевании и пленении. Дальше что будет происходить? Господь говорит об этом. И дам вам сердце новое, другое, новое, не то сердце, которое, раз очистившись, возвращается к своей кровожадности, не то сердце, которое, раз очистившись, возвращается к своему идлопоклонству и грабежу. новое, другое. И дух новый дам вам. Дух новый, вот дыхание жизни, то, которое движет человеком, которое, собственно, и является источником и самой человеческой жизнью. Другой дух, что-то такое переменится в личности, в глубине, в жизни, в самой природе человека. Вот этот дух новый дам вам. Это потрясающее, абсолютно необходимое обетование. Необходимое, потому что, если бы не так, то все вернулось бы на круги своя. К тому же, кровопролитию, грабежу, идлопоклонству. Дух новый дам. Дальше продолжается. Возьму из плоти вашей сердце каменное и дам вам сердце плотяное. Тоже знаменитейшие слова. Господь говорит о том, что сердце, которое, как камень, не способно к эмпатии, не способно к состраданию и к пониманию друг друга, не способно к нравственной оценке собственных поступков, глухо к этому. Он заберет, возьму из плоти вашей сердце каменное и дам вам сердце плотяное, сердце способное сопереживать, сострадать, жалеть, миловать, стыдиться. Как это сделать? Как он это будет делать? Вот чуть дальше он говорит, вспомнить о злых путях ваших, недобрых делах ваших, и почувствуете отвращение к самим себе за беззаконие ваше. Вот, собственно, покаяние это почувствуете отвращение к себе за беззаконие ваше. Мы очень часто путаем покаяние с раскаянием, с посыпанием головы пеплом, пеплом, и думаем, что чем эмоциональнее мы будем рассказывать, какие мы плохи, тем лучше. Нет, вот, отвращение к себе, а не рассказы об этом. Вот это переживание меняет сердце. Вот это переживание отвращения к себе за беззаконие. Кто-то так, кто-то эдак, но все мы так, Леночка, к этому призваны, к этому приходим. Именно это Господь называет в 27 стихе «вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих». Потому что вот новый дух, сердце плотяное, живое, это не просто что-то новое Бог сделал и вынул со склада. «Вложу в вас дух мой». Как выше мы говорили об имени Господнем, которое есть название, так сказать, форма, способ присутствия Бога. Так и дух Божий, то, что движет человека к правде, то, что движет человека к жизни, к милости, к эмпатии, говоря современным психологическим языком. И вот это дух Божий, это не приходит ниоткуда, ни из какого другого места. Понимаете, то, что есть человечность, способность понимать друг друга, способность вообще мыслить, все поразительные особенности человеческой человеческой личности, склонность к тому, чтобы быть вместе, к тому, что называют просоциальным поведением, можно час говорить, перечислять это все, это от Бога исходит, это его дар, и когда мы этот дар утрачиваем, губим, когда он поглощается нашей звериностью, Бог возвращает его нам, и это Дух мой, говорит Господь. И что дальше будет? И сделаю, говорит он, то, что теперь вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете выполнять. Теперь в результате того, что Дух Божий делает наше сердце плотином из каменного, мы будем жить по закону. не из страха того, что нам божки пооткручивают, не из вынужденности, неизбежности, да, а потому, что Бог дает нам свое присутствие в виде Духа Божьего. Вот поэтому, собственно говоря, дарование Духа Святого это одно из важнейших изначальных таинств в церкви, с которых начинается наш путь за Богом. Ну и Господь говорит, теперь, тогда вы будете моим народом, и я буду вашим Богом. И еще раз он повторяет, я это сделаю не ради вас, я это сделаю ради имени своего, а вы краснете и стыдитесь путей ваших дом Израилев, краснете и стыдитесь. Вот, собственно, оставшиеся стихи 36-й главы посвящены повторению того, что вот Бог будет восстанавливать, возрождать, заново заселять, заселять опустошенное и явит милость свою дому Израилеву. Именно это милость и дар Божий, то, что он меняет наше сердце с каменного на плотяное. до сих пор.